Главным двигателем была паровая машина, то есть паровые котлы, как называли парадный ход шесть судлов, дважды в сутки продувка котлов была. Сейчас в Морчевиканах уже в них стояли мощные немецкие дизеляманы, и в принципе они были немного современнее, хотя тоже были не новостроены, а переделаны из рудовоза. То есть они построились больше и предназначались изначально для перевозки руды. Первый корабль, современнейший по тем временам, он пришел сюда вообще белоснежным, он был полностью белый корабль, его переход вызвал достаточно большой резонанс не только в военно-морском плоте, но еще и в мировом масштабе, потому что подобного класса кораблей не строил никто. В Морчевиканах существовали прототипы, которые были, скажем так, намного меньше и менее эффективны, менее мощны по своему вооружению радиотехническому и измерительному. Неделин, как раз, за переходом вызвал определенный резонанс. Он переходил вокруг Африки, то есть не темным путем, как и предыдущие корабли, а южным путем вокруг Африки, потому что во время перехода накапливалась статистика для нового нафигационного комплекса, испытывали системы и был достаточно сложный и тяжелый переход. Но Неделин как бы успешно завершил его, и когда в 90-м году Крылов вышел из Балтийска, то было при этом же решение не идти южным путем, потому что статистика, которая была набрана Неделином по гидрологии, по навигационным параметрам, она уже смогла использоваться на том же корпусе, на Коваре. Крылов шел через Средиземное море, через Светский канал. Он, поход, был не менее, скажем так, яркий, потому что новые районы, новые контакты, новые впечатления. И не доходя до Камчатки, во Владивостоке, корабль выполнил свою первую работу. Просто это был исключительный случай. На подходе к Владивостоку, к широте Владивостока, пришла телеграмма, что нам срочно надо записать динамитрию, вот спутник такой-то, такой-то, все, есть материалы регистрации необходимые просто. Кто сейчас в этой широте? Подход Крылов. Вот он, буквально, вот с Владивостоком. Вот рядом с Владивостоком Крылов, и на переходе сразу же делал своего первого романа. Все успешно, и, в общем-то, с этого начали отчет свой боевой путь, даже не додя до места постоянно аббазироваться. И летом, в день 90-го года, Крылов пришел сюда, я тогда служил на неделе, я его встречал. Я помню, как это, как это, из-за мыса показалось, что белый шар, а моих адекватников много на Крылове переходило. Вот, и потом встреча такая, корабли приветствовали, в общем-то, так это, скажу так, ну, памятный такой момент был. Ну, поэтому, я не думал, что я продолжу все рукой на Крылове служить, потому что я действительно любил неделю, в общем, как первый корабль, как первая девушка. Ну, существовали связи между орбитальными, ну, орбитальными комплексами нашими, первой миры, через корабли, это связь с суббом. И летом космонавтом попросили, дайте, разрешите нам поговорить с моряками, то есть, ну, это самое, через них связь идет, они все слышат, как ты говоришься. А нам было запрещено в разговоре, вклиниваться, ну, ему сказали, ладно, ну, поговорите. Ну, все на корабле в шоке, ну, как сейчас космонавт, они говорят. А те, ну, как там, что вы делаете, шило пьете, там, рыбу ловите, что вам сказать. Вот, и это, вот, и сразу все воскрыто, и все послушивается. А как вы долго там, море там, офицерно-связь, институтом, рядом два ГГБ-шника стоят, на него там, ну, да, это же, как и вы. А, ну, понятно, то есть, выкрутил, то есть, ну, вот, были такие случаи. Они очень уважали, как бы, нашу работу и всегда стремились попасть на соединение, побывать, нас везите, нас к морякам, к морякам, нас везите. Потому что дети, в очередь, всегда тепло встречали. И это, тогда еще был ГУКОС, Главный управленный специфический подметальный свет. Приезжали еще, как бы, межведомственные комитеты, которые проверяли готовность кораблей к работе, вот это все. И они всегда поражались, что вы практически так же, как и космонавты. Выглядит, взлетаем, там, когда еще в маленькие периоды полетов, да, выглядит, по 3-4 месяца, ходит, успешен, тоже как в наркоты уходит, мокрый, танец какой-то. Вот, когда вот покачивает, ну, начинает покачивать, тоже в кресле не усидишь, но там начинает крутить вокруг, начинает садить с борта на обратно, вот так, с борта на обратно. Даже вот стоит, еще и можно сказать, что это, наверное, скачетки корабли. Андреевский и КРИК, это был КЮС Досовой, это фирмовый флаг. И каждый корабль Советского Флота имела свой фармин на транспортах, где в Советского Союза. Каждый корабль, это верхний специалист, который оказывается, да, вот, и когда уступила команда, я теперь бы сказать, ну, 95%. А теперь курсы, наверное, были сданы на Микола Лондон, да, на 30 дня, как и так далее. Но сохранили. Представлять для гостей и ветеранов, ну, честно говоря, я немного волнуюсь, хотя и не должен показывать свое волновение, но... 20 лет для нас это, скажем так, достаточно большой и сложный путь для корабля. Хотелось бы, чтобы в дальнейшем так же он продолжал служить, работать. Я могу сказать от себя лично, что желание работать, вот, именно, огромное, огромное. И хочется вложить в это очень многое, вкладывать на русский экипаж очень большую душу. И хотелось бы, чтобы, ну, даты такие, ну, с приездом, с приходом сюда наших ветеранов, они, как бы, являлись хорошей, доброй традицией. Я очень рада побывать в новых корабле. Сегодня 20 лет, сегодня 20 лет, сегодня подъема флага, это большой праздник для нас, для семьи, для всех правиловцев. Сегодня я приехала не одна, приехала с правосками Николая Ивановича. Я думаю, что впечатления от этой поездки останутся у них надолго в памяти. Потому что я вспоминаю свои детские впечатления, когда мои родители повезли не народным детам. До сих пор у меня в памяти все это осталось, и я надеюсь, что это будет традицией нашей семьи. Мне очень приятно, что на корабле помнят моего деда, поддерживают традиции, берегут. Я была очень рада побывать здесь, и в радости моей дети убедились. Спасибо. Владимир Леонидович, особый привет передаю от Эли. Все, передал. Илья, попаши, пожалуйста, еще ручки, а? Спасибо большое. Да здравствует военно-морской флот. Командир нас провожает. И маршал Крылов. Все, спасибо. До встречи. Да, Владимир организует. Женец хочет. Андрей. 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 Зоем еще здесь. Николаевский. Николаевский. Кватика, кватика. А когда мне жить? Николаевский. Давай заедем сюда. Куда? Николаевский. Где ты? Так, хочешь, с Лазей? Да, да, да. Смотрите, значит, Лазей. В полне на стенце державой заводы, В морях не считает штормов и тревог. Провоженные курсы военного флота, На север и запад, на юг и поход. По мощнейшем Андрейского влага Над матчей боевого кораблях, И ноги в ногах не дошли от шага, Края тебя найти, края земля.